И почему ты ещё не на стримах HellyePlay? Расскажу, за что тебя ебанули. Так, сейчас, погодите, посмотрю этого чела. Ммм, ну, подожди, где-то конкретно забанен чел, ты как-то хуёво написал. Ты забанен где-то, не можешь зайти на канал или в чат этого канала, то есть в конкретное можешь объяснить, блядь. А, всё, я нашёл. Тебя забанили за то, что ты скинул стикер, на котором написано «Нажми меня». На него нажимаешь, а там голая жопа с очком открытая. То есть, по сути, порно, нагота и так далее. А так ты ничего не делал, блядь, конечно. Вот тебя и нахуй забанили, блядь. А так ты, конечно, ничего не делал. Абсолютно ничего. Просто так забанили вообще пиздец. Всё как обычно. Просто так банят. Непонятно нахуя абсолютно. На, надо водой заправиться. Ноль процентов осуждения, сто процентов понимания. А можно я разбан? Это важная фишка в чате. Ты, блядь, важный объебос, блядь. А не важная фишка. Уже нельзя. Если бы сейчас написал «Нормально», блядь. Блядь, сорян, ебать, долбоёб. Скинул хуйню, больше не буду. Я бы тебя разбанил. Вместо этого ты написал, что ты важная шишка там. Ну вот иди нахуй, важная шишка. Важная хуишка, блядь ты. Да с какими будет ГТА? Где-то до 12, 10 минут первого, где-то так, по Москве. Блядь, вообще я на самом деле угораю с чуваков вот так всегда и во всём, блядь. Знаете, мне когда пишут какую-нибудь хуйню, типа, блядь, забанили просто так. Что за хуйня, блядь, там типа, ебать, ещё что-то. Я нихуя не делал. Потом начинаешь смотреть, что человек делал, блядь, а там постоянно что-то есть, блядь. Не понимаю, нахуя, нахуя так делать, вообще не ясно. Это как челы, которые ко мне приходят и говорят, бля, вот ты рекламировал эту хуйню, я зашёл, бля, и меня там, короче, просто так, ёк-макарёк, хуёк-мирикарёк, блядь, выебали, блядь, и кинули. Я такой, давай разбираться. Выясняется, что там чел сам пытался всех кинуть, блядь, обмануть 10 раз. Через подставных там ху-ху и всяких не пойми кого, блядь. И потом рассказывает охуительную байку, как он пал жертвой режима, блядь, просто так. Ну развань, пожалуйста, больше не буду хуйню скидывать, тем более не я первый отправил. Это тебя как-то оправдывает то, что не ты первый отправил? Или что? Тебе сколько лет? Тебе 12, блядь, или чё? В смысле, не я первый отправил? Какая разница, блядь? Если я сейчас пойду человека, блядь, убью нахуй и скажу, что ну не я первый убивать начал. Что за бред вообще? Вот видишь, чел, ты вообще не проходишь проверку интеллектом, блядь, вот вообще. Это, блядь, лишний раз это доказывает. Чё, разбанивать его чат в чате, блядь? Можно ему верить ко мне, блядь? А я то, что нарушил, сказал инфу, так как могли игру замузить легко, на подсказывать и т.д. Если кто-то этого говорил, то я не знал, сразу извинился. Мультивейв, тебя забанили на день, объясню почему. Значит, смотрите, ещё один непонимающий, блядь, рассказываю нахуй. Значит, он написал, люди некоторые, значит, он написал, что я проверил в этой игре действительно, блядь, слово одно для всех в этот день, и его можно загуглить, блядь. Я одного чела в бан за это ебанул, потому что игроки объективно этого не знали. Значит, я ещё раз, я, я ебал, на, это, блядь, продолжает осведомлять. Второй появился, мультивейв. Пишет ту же самую хуйню. Я думаю про себя. Ебаный, блядь, рот. Но неужели мозгов не хватает завалить ебальник, не распространять эту хуйню, видя, что люди не ебут, блядь. Что там за слово, и продолжают играть честно. Вместо того, чтобы распространять эту парашу, блядь, и таким образом плодить чуваков, а мы уже там в середине игры. Я думаю, ебаный, блядь, рот. Естественно, я забанил, чтобы ты, блядь, нахуй, больше не писал. Порой, блядь, я это. Просто вот, ну, есть вроде вроде люди взрослые, а не понимают, блядь. Разбанил. И тебя, и это учило. Да какая разница? Игра уже нечестная. Блядь, чем она нечестная, нахуй? Они не знали, блядь, нихуя. И то, что там кто-то подсказывал в чате, им подсказывали, блядь, тысячи человек. И они выбирали слова вообще других людей, блядь. Сам факт, блядь, ебать эту порылую, блядь, мультивейв. Это пиздец. Вот некоторые моменты я просто с тобой из тебя ухуеваю. У нас уже шла игра, она шла такая, все, блядь. Люди не знают об этой нечестности и не используют ее, блядь. Все. Какая разница? Они не используют ее. Но ты должен всем рассказать, что ее можно использовать. И это можно прогуглить. И слово там есть. Как бы, блядь, давай инструкцию. Чтобы как раз игра стала нечестной именно с этого, блядь, момента. Гений ебучий, блядь. Об этой хуйне надо было предупредить потом. То есть, вот мы доиграли и надо было сказать, блядь, больше в эту хуйню играть не надо вот таким образом. Потому что там есть такая-то хуйня. Ее можно прогуглить. Все. Но в процессе игры, блядь, никто об этом не знал и никто это не использовал. А если даже были люди, которые прогуглили и писали подсказки, блядь, их слова не использовали. То есть, игра нечестная, могли использовать легко, блядь. Вот когда нахуй бы использовали, тогда и попиздим, блядь. Все, иди нахуй, тебя забанили именно, чтобы ты не давал инструкцию и не сделал эту игру нечестной. Теперь точно в эту штуку играть не будем? Нет, мы будем играть в эту штуку, потому что мы играли в другую версию, где... Где, короче, этой хуйни нет. На следующей неделе поиграем в джекбокс. Ребята, вот, также с участниками. Участники будут подбираться случайным образом с помощью рандома. Будут ставки на игроков, а победители будут получать тир-3 сапки на бусте. Я думаю, будет весело и тем, кто будет смотреть, и тем, кто будет участвовать. Плюс, те, кто будут смотреть, в некоторых играх вы сможете заходить все равно внутрь игры, и в игре вы будете голосовать. То есть, там будут игры, которые связаны с шутками, и вы будете выбирать, у кого смешнее всех получилось и оригинальнее. И таким образом, как бы, тоже определять победителя. Майн планируется? Да, нет, пока что. А, вот. Да, и вы будете здоровы. А если у чела уже будет сапка, она повысится на левел, или она никакой левел, блядь, не повысится, жопа нахуй слипнется на левел повышать ее. Он получит все равно эту сапку и сможет отдать ее любому человеку. Если у него есть сапка, он просто берет ссылку, которую я ему отправляю, он лично отправляет любому другому человеку, либо вообще в чат ее скидывает. И все. И человек, соответственно, активирует. А, ну хотя нет, я могу, знаете, сделать как? Я могу попробовать посмотреть, я могу сделать, что если человек победил, у которого тир 1 сапка или тир 2, чтобы он, активировав ссылку, проапгрейдился на тир 3. Да, это я могу сделать, но, если у тебя уже тир 3 сапка, и ты выигрываешь тир 3, то она тир 4 не становится, то есть она максимально тир 3 может быть. Вот так вот. Вот так вот можно сделать. Но надо посмотреть, можно ли так сделать или нет. Спокойной ночи. А сколько время действует ссылка? Эээ, сколько угодно. Пока ее не активируют. Или пока я ее не закрою. А я ее, как бы, закрывать, естественно, не буду. Ну, как бы, зачем мне это? Поэтому, по сути, она действует... Ну... Бесконечно. По сути, можно оставить себе и потом бесплатно, так сказать, месяц себе сделать. Таким образом. Можно, как бы, никому не отдавать. А можно отдать, если вы щедрый человек. Как тебе погодка в последнее время? Ты знаешь, сегодня была самая заебатая погодка, потому что сегодня был дождик. Вот. Сегодня был дождик, это было кайф. И... Не было такой жары. Я аж охуел. Было прям вообще заебись. Потому что жара просто пизданутая. Но завтра, как бы, опять жара. 30 градусов там в Москве или 31, что-то такое. А жара, это пиздец. Просто я не знаю, где вы живете, в Москве. 31 градус, ребят, это пиздец, как душно. Это вам не когда вы на море, блядь, 30 градусов. Понимаете? Это вообще здесь абсолютно уебанские 30 градусов в Москве. Полная хуйня. То есть, ну, вот на море, когда... Я вот был, когда в странах, там, где, блядь, жара была нормальная. И вот там, если у них было там где-то море или еще что-то, оно вообще по-другому ощущается. Ну, вообще по-другому. То есть, эти 30 градусов, они вообще другие. Все, полностью. Вот. Но... Вот в Москве и в каких-то вот таких городах именно, дастся такой постройкой жилой, массивной. Ну, хуйта, конечно, полная. В Краснодаре вообще сегодня 41 было. Блядь, я вообще не знаю, как вы выживаете, Арсен. Это, блядь, пиздец. 41 градусов, я хуй пойми, блядь. Это какая-то... Ну, я бы вообще на улицу не вышел бы, блядь. Я даже хз, как вы выходите. Это какой-то звездец, правда. 41 градусов, вот эти там, вот эти... Вот 31 у нас в Москве, и я уже, в принципе, ну, с этого так нормально охуеваю. Если прибавить еще 10 градусов... Это что-то вообще какой-то трэш. 41 тапку к асфальту не прилипают. Тапки к асфальту не прилипают еще. Ну, кстати говоря, так-то это... Могут вообще-то, блядь. Еще полтора кассика. Какой у нас уровень уже, кстати? Ебать! Ну, еще не второй. Ебать, еще не второй. Вчера купил Феникс... А, какой же кайф наблюдать за интересными историями. А, ну да, она классная игра. А я сейчас в последнее время задрочил в Battlefield. Я ебать там заебал людей, прям в прямом смысле. И когда со мной попадаются люди в катку, через примерно минут 5, команда противника... Прям, блядь, жопы начинают гореть пиздец. Могу рассказать почему. Если интересно, могу рассказать почему. Те, кто играл в Battlefield, сейчас поймут почему сразу, когда я начну рассказывать, и скажут, что я мразь бы. Вот. У меня даже на этом устройстве уже мастер-класс. То есть мастер, максимальный ранг использования. Короче говоря, дело в том, что я играю за инженера. И у инженера есть устройство. Это робот, который чинит танки, любую технику. Но при этом он может наносить урон, если в упор подъехать к человеку. Единственная проблема этого дрона, что, во-первых, он хрупкий, во-вторых, он крайне тяжело управляется. Отбрасывается от любой хуйни. Короче, он... Ну, на нем нельзя как на танке проехать там. То есть он... Там куча проблем с ним в этом плане. Но все же... Я заезжаю к чувакам на точке и просто выпиливаю их. Чтобы вы понимали, насколько я пилю, я могу выйти с игры в 70 килов, в 80 килов и быть на первом месте. То есть там держат ребята точку, у них опорник, никто не может пробраться. Я высираюсь своим дроном через лютую пизду и могу выпилить 5, 6, 7 человек с точки дроном. Я им еще виражу, вот так виражи нахуяриваю, они по мне попасть толком не могут. Ну, в общем, пиздец полный. А еще я играю за инженера, персонаж, по-моему, ее зовут Ирис. И у нее такая хуйня есть, у нее есть гранатомет на два залпа. Он очень слабый по урону, но его прикол заключается в том, что он стреляет далеко очень и ракеты управляются. И... Заряды перезаряжаются со временем, в отличие от обычного гранатомета. Танк и технику им особо не выебешь, блядь. Но что делаю я? Я юбашу людей. Ну, например, помимо того, что я выпиливаю дроном с точки людей, я выпиливаю блядских снайперов с любой хуйни. Чел, например, залез супер, блядь, через пизду на какую-то точку и сделал там килов 30, блядь, и хуярит всех. Если я его запоминаю и обнаруживаю, ему пизда. Он больше не будет там сидеть. Все. И каждый раз, как только он будет там оказываться, он будет умирать. Просто все снайперы умирают постоянно от меня. Как только у меня перезаряжается, блядь, ракета, это всегда минус снайпер. Я практически никогда не промахиваюсь. То есть это постоянно... Это сразу минус чел, минус снайпер. И ебашу я именно снайперов ракетами. То есть я не трогаю обычных людей, то есть... Потому что они быстрее умирают, а снайперы, они как бы душат людей, душат команду. И поэтому я всегда ебашу снайперов. И в итоге, что получается? Что против них играет чел, который катается на дроне и ебашит точки, выпиливает. И ебашит ракетами постоянно снайперов. Вот. Что происходит в чате примерно через 10 минут, вы можете понять с моим никнеймом. Меня там и в читерстве обвиняли, блядь, уже. И еще что-то, блядь. Ну, короче, Рафлан ебала плюс Рафлан ебала. Они еще, знаете, они еще, когда умирают, они... Там, короче, когда тебя убивают, ты видишь профиль чувака, который тебя убил. Там его медальки и так далее. И у них там в медальках, когда я их ебашу, там красная медалька за дрон, блядь. Красная за это. И типа, они видят, что я просто мейню дрон, блядь. А красная медаль это самая максимальная, которая есть на устройстве, блядь. Они такие, их тебя убил, смотрят, блядь. А там, нахуй, набор медалей, блядь, исключительно, блядь, по этой хуйне. Ну, в общем, смешно на самом деле. Блядь, да. Вот такая вот я крыса. Ну, ну, не крыса на самом деле, я просто... Я просто... Это как его... Я люблю необычный геймплей. Я люблю... А, да! Я забыл причину объяснить. Возможно, те, кто сейчас не понял, почему на меня горят, ну, поехал я с дроном и убил людей. Ну, подумаешь, блядь, и так далее. Забыл вам причину объяснить-то самую главную. В чем прикол-то, да? Ну, убили тебя и убили. Проблема заключается в том, друзья, что дрон используют единицы, буквально. То есть, за всю катку вы увидите, блядь, практически не увидите килов из дрона и максимум увидите, что пару человек его выводили погулять, а потом перестали. Потому что там лучше использовать мины или еще что-то, что может танк взорвать сразу. Или еще... То есть, его не юзают, блядь. Вообще не юзают. То есть, его, ну, прям буквально, блядь, не юзают. И когда к ним врывается дрон, блядь, на красной медали и начинает, блядь, по 4-5 человек ебашить, блядь, это пиздец. Особенно я люблю, знаете, как там делать? Когда на точке лежат снайпера, не наверху, а на земле, и какие-нибудь чуваки с миниганами. Короче говоря, они лежат, блядь, строчат людей. Я просто обнаруживаю такую точку и начинаю ее просто там подъезжаю к ним. Они лежат, не успевают встать и умирают. Потом, через какое-то время, они понимают, что я пасу эту точку и начинают, короче, туда заходить. И, блядь, они не ложатся прям, а такие бегают, короче, ищут дрон, блядь. Ну, типа, перед тем, как лечь, смотрят. Я либо сижу на это со стороны, наблюдаю, они потом ложатся и я опять их убиваю, блядь. Либо я начинаю за ними гнаться на дроне, вот так вот виляя. Начинаю в них въезжать и жестко быстро жечь по пути их отхода. И они в итоге не успевают отходить и сразу умирают, блядь. Блядь. Вы не представляете, на самом деле, как это весело, когда вас начинают хуесосить, блядь. У меня такое ощущение, что я так играю только ради этого, чтобы меня хуесосили, блядь. Ха-ха-ха. Короче, Серега портит игру людям. Нет, я не порчу, я наоборот... У меня второй мейн на самом деле более жесткий. Вы сейчас вообще охуеете, кто играл в Battlefield, тоже поймете. У меня есть еще один задроченный персонаж, которого я часто использую на картах, где есть высокие точки. Высокие точки, куда можно забраться? Вы подумаете, что это снайпер. На самом деле нет. Я называю это Берсерк Камикадзе. Что я делаю? Есть там один персонаж, у которого есть вингсьют. Когда вы прыгаете с высокой точки, этот вингсьют позволяет вам пролететь какое-то количество ээээ... ну... дохуя, короче говоря, пространства. Без использования. Просто на вингсюте. Вы спросите, ну и что, блядь, дальше? А теперь смотрите, что делаю я. Просто смотрите. Я забираюсь На высокую точку Открываю тактическую карту И смотрю где запалили технику Прыгаю с высокой точки Лечу на эту технику Приземляюсь прямо на нее Закладываю С4 Спрыгиваю и взрываю После этого я иду на точку с ножами А ножи ваншотят Я в принципе хорошо их кидаю И бывало в рыло захватываю точки И каждый раз Каждый раз Когда я умираю Или перезаряжаю С4 с помощью ящика Там большого Я забираюсь наверх Прыгаю и въебываю еще одну технику И так постоянно В игре когда я так играю Я постоянно рипаю технику Каждый раз чел только выехал на танке Минус танк Выехал на вайлдкете минус вайлдкет И так далее И так далее И так далее Постоянно минусую Я просто ханчу прям их Пиздец на самом деле Угар Это бфе 2042? Да Привет дед Не могу ты разванить пожалуйста Одесса В этом инциденте Основном виноват был я Я первее его скинул Тот самый стикер Не зная правила чата Я прошу тебя разбанить Одесса Можешь забанить меня вместо него Я действительно не знал А причем тут кто первый скинул то блять Я тебя сейчас просто нахуй забаню еще вдобавок Причем тут кто первый скинул то Я понять не могу Ты что там блять Как то правила устанавливаешь Если ты первый скинул Значит всем можно? Откуда такая логика то вообще? Разбаню я вашего Одесса блять Хуй Одесса блять Заебали Мне не жалко Давайте Разбаним этого клоунича У нас за это жестко Я раньше давал предупреждение людям А потом в какой то момент Я подумал что Нахуя давать предупреждение Ведь это и так понятно Потому что Они потом все нихуя не понимают Я просто начал сразу же банить Как только кто то порнографию скидывает Или что то такое Я сразу баню В конце концов у нас Как бы тупо это не звучало Но у нас и дети блять Буквально могут быть там Ну которым там не знаю Двенадцать лет блять Ну сами знаете Я конечно стример не для двенадцатилетних Но хуй как бы Как я про это Как ты это проконтролируешь блять А там челку Там блять челочко блять скидывает Будет батла на стриме когда нибудь? О нет Вообще никто не придет Ты че блять Не буду Не будет ее А еще я кстати играю инженером В батле На лайтинг машин гане билде С тепловизором на x2 И я Карты которые очень хорошо знаю Я занимаю такие точки Блять чат Но это пиздец Я говорю я вот На некоторых картах Топ 1 топ 2 А выхожу там Там 70 киллов 60 киллов 80 киллов Что вы понимали В батлфилде это очень много То есть это Это если вы думаете Что это обычные цифры То нет Это очень много на самом деле Вот так что Придут стрим снайперы Которых ты будешь Заебывать дроном Ну вот кстати Батлфилд чем прикольный Что стрим снайпер На самом деле Особо не поможет Нет Но он поможет На самом деле Но В большинстве ситуаций Он не поможет Особенно если мы говорим О дроне И так далее Это бесполезно Дед пиздобол Или про геймер Ну в шутеры Я очень хорошо играю На самом деле Ты в ЕМС работал До новой системы осмотров И новых Карет Да 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 Мэйт Смотри Красавчик Yes I know This guy Cool guy А Завтра у нас Еще ребята После аниме Будет фильм Мы будем смотреть Пункт Назначение 2 Сука Я куплю Батлу 2042 Прошу Тебя поднасрать Бля Чел Не сможешь Ты плохо понимаешь Такой батлате Там Не получится Захантить Человек Конкретно То есть Там это очень тяжело Сделать Это Она очень динамичная Там большое количество Людей Постоянно То есть Тебе не получится Конкретно за человеком Бегать Это там так не работает Там Вы не 5 на 5 Там играете А я сижу В режимах На 128 Ебал То есть 64 на 64 Блядь Кого-то там Нахуй хантить Собрался Ты пока меня хантить Блядь Пойдешь У тебя уже 500 раз Снайпера Блядь В жопу Выебут Блядь И танковый залп Те ебало Разорвет Че ты там Блядь Хантить будешь Не понял Не понял Чего Блядь Стоп 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 Ну Ат Сним Снайпел Я могу Админом Написать Они могут Посмотреть Кто это сделал Чел Типа Специально Подруинил Нахуя Блядь Непонятно Тот чел Который летел На повороте Такой Другая Машина Блядь Сколько Ебанатов Блядь Да Пиздец Ой Блядь Для Некоторые Такие Ебанаты Пиздец Конечно Прям Как в жизни Но Вот Кстати ГТА РП В этом Плане Хорошо Симуляцию Делает Ого Раскидка На батлу Можно купить Поступил новый вызов Нужно Два Наряда Нихуя Блядь Это че Такое Нихуя Вы видели Блядь Какой-то Вызов С двумя Нарядами Но мы Рядом Как раз Блядь Нам конечно В магазин Заехать Надо За починкой Батла Батла 2042 Сколько Сейчас РФ Стоит Я не Ебу Я покупал Ее Супер Давно О Нихуя Себе Блядь Дом Горит А че за пожар Игрой сгенерированы Эти игры сгенерированы Блядь Здесь реально Два наряд Ну там чел Взял Какой-то тоже Сейчас должен приехать Помочь Потому что у меня Одного здесь не хватит На Это Да У меня не хватит Нихуя этого Воды Че-то Блядь Он Долго едет Чел Который Должен мне Помогать Батла Сейчас Норм Играется Ну Да Да Сейчас Норм Нормальный пожарный Зарабатывает Да хуя Кстати На первом уровне Даже неплохо Там Бывает По полторы тысячи За вызов И это только Первый уровень То есть Я еще Вторым не стал А в ТФ2 У тебя был Мейн? Не А в ТФ2 Я не играл Блядь Вам нужно Заправить машину Водой Блядь Где этот Еблан Пожарный Блядь Второй Короче Надо Давайте Заправимся Если помнишь Кого В обере Мейнел Когда играл Не помню К сожалению В Овер Невозможно играть Там Просто Одни Ебланы Играют Это Пиздец Это Вот Одна Это Это игра Где Вот Прям Вот Комьюнити Просто Ебаные Блядь Эти По большей Степени Ебаные Нахуй Овощи Из-за того Что она Такая Family Friendly Блядь И инклюзивная Туда Понабежала Куча Ебасосов Блядь А чё А Во Вон Блядь Вторая Пожарка Только Приехала То Он даже Не тушит Блядь Ебать Вот За Этот Парный Пять Тысяч Почти Дали Нихуя Так Нам нужно В магазин Заехать Ремонтку Найти Какие твои Любимые Треки Этим Стосамки Эээ За деньги Да Да И в принципе Наверное Всё Я больше Особо Не знаю Треков И Девочки Там играют Да Блядь Жирные Прещавые Хуё Там играют Блядь С С Центнером Блядь Место Жопы Не Серьезно Overwatch Та игра Где Надо Заходить Исключительно Свои Пати Блядь Гетеросексуальных Мужчин Это пиздос Иначе Там Там прям Вообще Невозможно Играть Блядь Кстати У меня Спрашивали Про The Final Как игра В принципе Прикольная Единственная Проблема Большое Количество Читеров Там Вот И Там К сожалению Это слишком Сильно Влияет Вот Из-за Этого Из-за Этого Как пиздец А ещё Там Ужаснейший Баланс Ещё Там Абсолютно Ужаснейший Баланс Я уже Я скидывал Как-то Этот Господи В стиме Скриншот Делал Кто У меня Есть там В друзьях Или это Они видели То есть Там Это Как его Например Тебя может Кинуть Единственного У кого Есть рейтинг С полной Командой Без Чуваков Которых Рейтинга Нет А против Тебя Кинуть Всех У кого Есть Рейтинг Там У каждого Рейтинга Есть ПТС И Может Такая Ситуация Сложится Что Например Твоя Команда Суммарно Имеет Всего 25 тысяч ПТС И это Только Ты Один Всё А против Тебя Играет Команда Которая 150 тысяч ПТС Суммарно И Такое Там Часто Мне Так Как бы Пиздец Я Вот Сколько Каток Там Проёбывал Я Там Выходил Я Не знаю Там Где 10 Килов Там 11 Килов У моей Команды 0 Килов 1 Кил 2 Кил То есть Как бы Я Убиваю Дохуя Но Не Могу Убить Всех Плюс Там Ещё Могут Заложить Бомбу Ну Грубо говоря Там Это По другому Немного Дбд Подбор Момент Когда Вдбд Ведут Блять Хотя Бы Лидерборд Блять Внутренний Это Пиздец Блять В батле Блять Хотя Бы Можно Изъебнуться Прикольно Там Хуйней Пострадает Там Прокачка Идет Уровня Постоянно До Каких То Блять Невану Недостижимых Вещей А Блять Там Сот Престиж Да И Всё Как тебе серия Бэтмонархом Ну Очень Крутая Чё Блять Какого Хуя Ладно Никогда В Дбд Планирую Сделать 2 на 8 2 мана 8 Сурвов Сначала Как Ивент Если Игрокам Зайдет Сделают Навсегда Блять Я же Это Предлагал 100 Лет Назад Помните Эту Хуйню Серьезно Кто Помнит Из Старых Зрителей Когда Я говорил Что Надо Ввести 2 Блять 2 Мана Блять И Типа Дохуя Этих Как бы Выживших Там 8 9 10 Что Было Блять Прикольно И там Типа Надо Как-то Уполнять Мы Ещё Спорили Как Так Балансить Типа И так Далее Бля Охуеть Это Реально Как я Говорил В Рим Кстати Это Прикольно Это Кстати Прикольно В чём Смысл Персов У ДБД Персов Смысл Только В скине Блять Всё То есть Их Индивидуальные Перки Которые Они Получают При релизе Ты Как ты Написал Ты берёшь Первый Престиж И эти Перки Ты можешь Изучить На любом Персонаже То есть Как бы Глобально Персонаж Там Это не Персонаж Это просто Скинчик Моделька Всё Больше Нихуя Этот Эмин Дропнул 25 Июля Чекни Все время Будет Друг Интересно Бля Ну Это Забавно Бля Это Реально Разъём Бля На самом деле Прикольно У каких Подписчиков Лучше Жопы Бля Я Небо Ваших Жоп Не Видел И Честно Говоря Не то Чтобы Особо Горю Желанием Бля Их Видеть Блин Мы Докач Ребят Мы Докачаем С вами Сейчас Уже Уровень И Посмотрим Сколько Дают Денег На втором Уровне Стрим По ДБД МБ Тогда Стрим По ДБД Бля Да не Знаю Да Там Просто Бля Пиздец За Стрим Снайп Нахуй Маньяк Который Со мной Будет Вместе Играть Вдвоём Против Чуваков Он Меня Будет Проклинать Потому Что Будет Пачка Сплошного Стрим Снайпа Но Он Об Этому Недавно Узнал Что Моя Чёрная Молния Может Иногда По Городу 230 300 Км Разогнаться Но Управлять Unreal Чё За Чёрная Молния Это О чём Я Думал Ты Пошутишь Про Чела Которого Забанил Зачку Но Там Была Жопа Не Его Уж Точно А Шары Даже Комарам Хуёво Они Тупо Летают И охуевают Кусать Им Некто Стрим Солянка ДБД Трэш Хоррор Коллекшн Да Не Где Ты Видишь Когда Вода На Исходе В Левом Углу Рядом С Карты Вам Разве Не Видно Видно Вам Тоже Видно Вон Вот Вот Видел аналог ДБД По фильму Техасская Резня Да И по моему Полная Хуйня Я все Жду Когда Сделают Компитив Игру Блять Там 5 на 1 Например Или 3 на 1 Как Была И Волф То Есть Какая Там Махина Блять Какая Это Пиздотня Которая Обладает Какими Там Способностями Ей Тоже Там Надо Качаться Еще Чего То И И У вас Команда И Цель Ваша Какое То Сделать Задание Но При Этом Вы Можете Ее Хуярить То Ее Можете Ее Убить А И У нее Цель Убить Вас Как бы Вот Как Был Волв Бля Вот Это Было Бо Охуенно Конечно На Сам Деле Такого Прям Не Хватает Дбд Уже Сдох А Оно Еще Живое Нет Дбд Не Сдох Его Когда Продали Дбд Умирал Перед Его Короче Дбд Которой Мы Занимались Старые Разработчики Оно Медленно Умирала Игра Вот И Потом Они Короче Продали Нахуй Свой Дбд Которые Сейчас Занимаются Студия Они Начали Жестко Хуярить Коллаборации То есть Они Там Обновили Интерфейс Всякую Хуйню Добавили Там Блядь И Начали Жестко Коллаборацию Делать То есть У них Что Не Новый Маньяк То Блядь Из Фильма Из Аниме Нахуй Грубо Говоря Еще Какая Хуйня Ну Но Я Все Равно Конечно Сейчас Плохо Понимаю Что Там Делать Концепцию Игры Прикольная Но Мне бы Хотелось Там Больше Стратегичности Знаете Чтобы Персонажи Как Маньяки Отличались Чтобы Выжившие За собой Хранили Конкретные Крутые Перки Которые Нельзя Было Никому Изучить Они Есть Только У Этого Выжившего То есть Ты Выбираешь Выжившего Как Героя Как Персонажа И Под Него Подстраиваешь Свой Стиль Игры И Билды Блять Вот Как Маньяка Ты Берешь Как Б У Каждого Маньяка Своя Якобы Приколюха И Тут То же Самое Вот Это Было Было Просто Охуительно Блять А Вот Эта Ебаная Смесь Бит Перков То Что Можно Качать Каждому Каждый Может Качать Люб Это Хуйня Жаль Таких Игр Немного Много Лет Назад Ушел Играть Человечек Мертвецов Где Всякую Срань Можно Спавнить К Игрокам Ну Да Вот Таких Интересных Игр Мало Там Лару Кров 16 Числа Добавят Понятно Серьезно Ебал я Эту Хуйню Со Скинами Ну Да Там И так Скины Можно Было Продавать И Чтобы И Покупали Вот И Всякая Такая Хуйня То Есть Это Же Не Проблема Просто Хотелось Быть Какой Приколюхи Чтобы Ты Знал За Кого Ты Отыгрываешь То Есть И В чем Его Сильная Сторона Как бы Ты Таким Образом Совершенствуешься Там Еще Что Вот Блядь О чем Я и Говорил Что Прикол Был В Персах А Изначально Так Было В Дбд Верно Это Потом С Таким В Дбд Не Было Такой Хуйни Что Ты Берешь Какой Там Престиж И Изучаешь Чужие Перки То Есть Там Было Так Что Ты Просто Есть Персонаж И у него есть Его Конкретные Перки Там Некоторые Есть Общие Перки И есть Перки Только Его Вот По-моему Это В самом Начале Было Так Вот И Волф Или Как Там Ее Не Повезло Так Как Оно Загнулось Перед Смертью Став Фри Ту Плей Ну Да Но Загнулось Ей Надо Было Раньше Становиться Фри Ту Плей На самом деле Но Она Была Очень Необычная Очень Прикольная Было Ну Не Зная И Такой Интересный Экспириенс В Старой Обертке Чоп Хотя бы В команде Ты видишь О Это Дед Он Умеет То То О Уличная Девка Она Там Шкерится Прячется И И тогда Интереснее Да И при этом Ты играешь За персонажей Привыкаешь Такому Стилю Геймплея И Становишься Все Совершеннее Совершеннее А сейчас Собрал Читерную Машину С Этими Ёбанными Перками Напихал В себя Вся Хуйни Ну И Хуй знает Ну И Маньякам Тоже Надо Там Запретить Чужие Перки Я не знаю Есть ли У них Такая Хуйня Там Или Как Там Сейчас Если Есть То Тоже Надо Запретить Чтобы У них Были Вот Только Чисто Их И Общие А Есть Ну Вот И Маньякам Надо Такую Хуйню Убрать Бля Было Бы На самом Деле Интересно И Знаете Что Надо Еще До Кучи Сделать Рейтинг Рейтинг Чтобы Он Был По Умолчанию Чтобы Не Было Рейтинговая Игра И Не Рейтинговая Если Они Боятся Разделить Онлайн А Что Все Игры Рейтинговые То Ты Заходишь И Вот Как У тебя Сейчас Есть Рейтинг Типа Того Типа Рейтинг То Каждая Игра Тебе Начисляется ПТС Или Уменьшаются Чем Больше Ты Выигрываешь Тем Больше ПТС Ты Получаешь Все Переходишь В разные Лиги И Тебе Игра Сначала Подбирает По Этой Лиге То Если Там В Алмазной Лиге Она Тебе Сначала Ищет Маньяка Против Тебя Там Из Алмаза Но Если Нет Из Алмаза Опускается На Лигу Меньше Ищет Значит Маньяка Из Лиги Меньше И так Далее Блядь Это Было Было Охуенно А Прикиньте На Сам Деле Как Как Бы Профессиональность Повысилась Резко Игроков И Зрелищность Всего Происходящего А Ты Часто Вообще Играешь Без Стримов Да Я Постоянно Играю Без Стримов Я Очень Люблю Играть Ну То То Это Игры Это Мое Самое Главное Хобби Вообще Самое Главное Я С детства Буквально Прям С самого С детства Я Сижу На Этой Игле Начиная Еще С Абсолютно Древних Приставок Которые Большинство Из вас Даже Не Застало Еще Вас Не Было Ну Вот То есть Я В принципе Обожаю Блядь Я Вот Как Только Первый Раз Попробовал Я Прям Сразу Охуел С Этого И Меня Это Преследует До Сих Пор Всю Мою Жизнь Вот Это Впечатление И мне Нравится Играть Блядь Что-то Я Подзастрял Походу Ты играл На Атаре Нет Я Играл Не На Атаре Я Играл На Приставке Под Названием Рэмбо Вот Это Была Имба Поигранным Конечно Если Вы Глянете Вы Охуеете Это Две Палочки Блядь Три Палочки Вот Стандартный Этот Отскок Этот И так далее А я Смотрел Рэмбо А такая Приставка Была Рэмбо Так И Называется Кстати В тему Постоянного Рейтинга Как тебе Хан Шоу Даун Слушай Хан Шоу Даун Концепция Классная Классная Честно Говоря Но Мне Самому Не хочется Играть А че там С онлайном Кстати Рэмбо Да По моему Рэмбо Вот так Она Называется Рэмбо Че то там У нее Она вообще Рэмбо Че то там Еще То ли Номер у нее То ли еще Чего то Я уже не помню К сожалению Но Рэмбо Точно А знаешь Бигфут Она очень Кривая Сырая Но Сама Концепция Такая Как ты Говорил Типа Команда Против Бигфута Может Играть Он Супер Мощный На Его Можно Убить А Цель Бигфута Разъебать Челов Да Что за стереотипы Что игры только для детей Часто от взрослых Людей Слышу Ну я не знаю Чем Ну это Усколобость Просто Не более Рэмбо ТВ Геймс Или Рэмбо 26 Я сейчас Прогуглю И скажу Визуально Вот это А Это же и есть Атари 2600 Оказывается Ёб твою мать Вот Оказывается Рэмбо Это и есть Атари Ну вот Получается На Атари Да И у него джойстик был такой Типа Рычажный Спасибо Back to Blue Сайт За 50 подарочных Благодарю тебя Огромное тебе спасибо Кто-нибудь в курсе Иволф еще жив Нет Иволф не жив У него сервера закрыты Его не поиграть Его можно поиграть Только как-то с людьми Вот там Не знаю Как-то взломанной Версии Там что-то такое делали Где там Как-то можно связаться Через хуй пойми что И поиграть Но игра уже Много лет не разрабатывается И сервера полностью закрыты И ее Игра как бы Официально закрыты Она удалена И все Как бы ее нет Ну да Цель Бигфута Их найти И разъебать Но команда там Может капканы Камеры Приманки делать И так далее Типа они слабые Но интеллектом Могут взять игру Честно звучит как хуйня Концепции Сеттинг мне не нравится И Немножко не то И волф У тебя на стриме Помню смотрел Интересно выглядело Да Блин Был клево Пробовал Black Desert Online Да Знаю Это мрпж Мне вообще Она не зашла Блять Для тебя все хуйня Если Крейда Обоссали Ёбаный фейт Не значит Для человека Все хуйня Ребята Я уровень первый Получил пожарного Сейчас мы Посмотрим Сколько нам дадут У ханта Вроде сейчас все норм Онлайн за 6 лет Постепенно спадает Но к 15 вюме Разрабы готовят обнову Движка Кучу фиксов И всяких улучшенных удобств В данный момент Около 18к в среднем В сутки играют Ну для ханшоу даун 18 тысяч Наверное нормально А там Мультиплатформинг Или только Можно с ПК играть И если можно Играть на плойке Например Или на иксбоксе Там общие сервера Или нет Нет Крэйда Я тебя не игнорирую Какие игры на Рэмбо У тебя были? Я помню только Одну И Это Как эта игра называется Ты отбиваешь шарик Вот так вот От платформы К платформе Типа К другой такой платформе В принципе Все что я помню Понг наверное Да Понг наверное Получается Понг Понг И у меня У самого Атари Не было Это была Не моя Атари Ебать Че так Нахуй Духуя воды Надо Блядь Блядь Долбоеб Нахуй Ебаный Блядь Сука Это Мент Ёбаный Блядь Ебло Это Чья тогда Была Да я Ебучил Че за Тупые Вопросы Какая Разница Че она Была Я помню Время Там стояли Автомат Там штуки Три И один из них Был с этим Соником Я попросил бабушку Дать мне поиграть Она дала мне поиграть Буквально на один раз И Какого Значит Я Ну как бы Пошел Поиграл И бабушка такая Говорит мне Типа может быть Типа хочешь еще разочек И я говорю Такой Типа Нет Типа Знаете Я сказал Короче детскую глупость Я такой Типа Нет Какого Я не буду Бабуль Типа мне мама Потом купит Это Я буду дома Играть Но я был Маленький Очень И Я тогда еще Че блять Да похуй И я тогда еще не понимал Что произойдет Буквально через какое-то время И потом Проходит какое-то время И у меня Появляется Сега А я Как бы ну не знаю Там Сега и мега Блять Окей Хорошо Там ее порекомендовали нам купить А еще был маленький совсем И одна из первых игр У меня была Соник Я включаю Вставляю И вижу игру С того самого автомата Прикиньте И мама мне Оказывается Реально Блять Ее купила Хотя я просто Это сказал И мама не знаю Смотрите Совпадение какое Да И вот так Я действительно Играл Домом Соника Правда На черно-белом Телевизоре Я играл Очень долго Блять Все за говно Я жду Когда надо Что-то зацепиться Чтобы я мог ее перевернуть Все зацепиться Все зацепиться Все зацепиться Я не знаю Немного 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 мимо он купит я стану богатым слышь мах ёбаный быстро сказал что я скоро буду богат ты будешь скоро богат а было такое когда эпоха эпоха 8 бит прошла у меня друг у меня друг был жил в одном подъезде и я его уговаривал чтобы спасибо большое я его уговаривал чтобы мама купила ему 8 битку но его мама теоретически было против типа это вредное излучение плюс на психику ли это делал вот но это ребята это классика а блять у меня уже все кстати говоря нет нет у меня водицы ханте кроссплатформа на игроков на консоли катастрофически мало в основном пока я если чего вообще не понимаю как него можно играть на консоли ну то есть онлайн все-таки чуть чуть выше чем показано в стиме да понятно почему свинья цензурится в плане свинья цензурится где типа слово свинья она не цензурится может у тебя стоит фильтр блять но этот как его против оскорбление их не знаю а почему другие животные с ними все в порядке антисвиной фильтр какой-то блять да еще непонятная хуйня очень странно ладно чат поиграли мы часик сегодня к сожалению коротко потому что мы поздно закончили в следующий раз нагоним я сегодня сам короткий стрим gta был который у нас был вот сейчас но ничего страшного на следующий раз следующий раз больше зато поболтали за полтали